Новости продолжают эфир. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Семь предпринимателей из Монгосталской области стали победителями проекта «Одно село, один продукт». Каждый из них получит грант в размере 5 миллионов тенге от государства, которые можно потратить на закуп оборудования и создание инфраструктуры для развития своего дела. Подробности у наших корреспондентов. Семь предпринимателей Монгосталской области Рашида Мустафаева. Цель проекта – помочь сельчанам создать стабильный бизнес, производить и сбывать собственную продукцию. Проект «Одно село, один продукт» является компонентом программы «Я предприниматель», реализуемой в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. Основная задача – повышение предпринимательского потенциала жительниц сельской местности, производство продукции из подручного сырья, открытие новых рабочих мест. В этом году в проекте участвовали 800 предпринимательниц едва ли не со всей республики. В финал вышли 80. Каждая получит грант в размере 5 миллионов тенге. Сумму можно направить на создание соответствующей инфраструктуры и закуп оборудования. Среди обладателей гранта – жительница села Монгостал Моноилинского района Нурхия-Бикнеязова. На 35 сотках земли она построила 5 теплиц и провела капельное рашение. Ежемесячно поставляет по тонне овощей на местный рынок. Выращивает разную зелень, в том числе руколу, шпинат и салат. Нурхия намерена потратить грант на оборудование для растеневодческого комплекса. Заказали котел для обогрева теплиц и оборудование для гидропоники и микрозелени. У нас работает два человека, хотим нанять еще двух рабочих. Приобретение нового оборудования позволит нам круглогодично выращивать растения. Государству тоже выгодно, чтобы предпринимательство развивалось. Это новые рабочие места, поступление налогов в бюджет. Для поддержки женщин, желающих заняться собственным делом, в Каракиянском районе открыли специальный центр. Там женщины занимаются рукоделием, пошивом одежды и предметов интерьера. 33 рукодельницы недавно получили сертификаты швей. В регионе сохранились и развиваются традиционные виды ремесла. К примеру, одна из обладательниц Гранта, одно село, один продукт Шаттых Дусимбаева специализируется на изделиях из войлока. Для изготовления войлочных изделий шерсть нужно промыть, обсушить, отбить, чтобы в процессе валяния волокна сцепились между собой и достигли нужной плотности. Это очень трудоемкий процесс. Чтобы облегчить труд и сэкономить время, хотим приобрести аппарат по обработке шерсти. Это, несомненно, отразится на производительности. На развитие сельского бизнеса в этом году из областного бюджета выделили 100 миллионов тенге. Такую же сумму заложили и на следующий год. Проект рассчитан до 2026 года. Райхан Тажибаева, Талгат Исламулы, Саламат Бекбаев, Мангистауская область, 24КЗ. В Сеуле впервые прошел форум межрегионального сотрудничества Центральная Азия, Республика Корея. Участники встречи подчеркнули, что мероприятие будет способствовать открытию новых возможностей для решения социально-экономических задач стран-партнеров. Кроме того, в рамках визита делегация Туркестанской области посетила провинцию Кинвон и город Инджон. Основной темой переговоров стало развитие сотрудничества в сельском хозяйстве. Одним из ключевых достижений стало соглашение о строительстве завода по производству труб ПВХ в Туркестанской области. У нас в Туркестанской области реализуется проект строительства филиала университета Вусонг. Мы встретились с данным университетом, а также встречались с крейс-компанией Корейл по железнодорожной просторе. Сейчас они рассматривают вопрос. Мы им предложили на базе данного университета у нас создать тренинг-центр для обучения и перификации железнодорожников. Особенно сейчас, когда регионам Южной Кореи не хватает рабочей силы из-за низкой рождаемости и старения населения, мы надеемся, что из Центральной Азии будет приезжать больше работников для восполнения этого дефицита. Также мы создаем условия для того, чтобы студенты из этих стран могли приезжать учиться в Корею. Таким образом, между местными органами власти Кореи и Центральной Азии существует большой потенциал для сотрудничества. Циклон Фингал приближается к побережью Индии, угрожая нескольким штатам с сильными наводнениями. Ливни уже затопили улицы в ряде районов на юго-востоке страны. Жители эвакуируют во временные убежища. Движение электропоездов сокращено для безопасности пассажиров. Сильные осадки ожидаются также в штате Анхра-Протеш. По прогнозам синоптиков, скорость ветра в эпицентре циклона может достигать 80 км в час. Конституционный суд Румынии поручил пересчитать голоса первого тура выборов президента. Поводом стало обращение кандидата от Национал-консервативной партии страны, который обвиняется к фальсификации голосов. Напомню, по итогам первого тура голосования, которое прошло 24 ноября, победил крайне правый независимый кандидат Келлин Джорджеско. На втором месте оказался действующий премьер-министр и председатель социал-демократической партии Марчел Чулаку. Они должны встретиться во втором туре, который запланирован на 8 декабря, если суд не аннулирует результаты. Тем временем в Румынии сегодня стартовали парламентские выборы. Более 8 тысяч кандидатов из 50 партий и организаций будут бороться за 332 места в Нижней палате и 137 мест в Сенате. Согласно соцопросам, фаворитами являются социал-демократическая партия и альянсы за объединение Румын. Для получения парламентского мандата политические силы должны набрать не менее 5% голосов избирателей по всей стране. При этом порога явки нет. Выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. В Шемкенте наградили лучших авторов детективов. Произведение каждого конкурсанта отличалось загадочными расследованиями и сложными психологическими приемами. Республиканский конкурс, посвященный основоположнику казахского детектива, Кемелю Тукаеву, проводят в стране уже седьмой год подряд. На этот раз он привлек больше участников, от опытных писателей до начинающих. О лучших авторах детективных историй расскажет Катерина Попкова. Шемкент стал центром литературной жизни, принимая седьмой республиканский конкурс детективных произведений имени Кемеля Тукаева. Эта ежегодная встреча, уже ставшая традицией, собирает как маститых авторов, так и начинающих писателей, жаждущих проявить свой талант. На торжественной церемонии награждения жюри представила победителей. Гран-при присудили Тураку Адисулы, а первое место заняла Ирина Базар-Галиказы, второе место у Адильбека Ибраимулы. Его произведения, по словам жюри, отличаются тонкой интригой и глубоким психологизмом. Если рассматривать любую вещь как товар, то детективное произведение считается одним из самых успешных в интеллектуальной среде. На основе таких детективов снимают фильмы и издают книги, которые приносят в оборот значительный капитал. Такие произведения в большом количестве представлены на этом конкурсе. С 2018 года детективный жанр в Казахстане переживает настоящий бум, и конкурс стал его важной вехой. В этом году поступило 106 работ. Это на 34 произведения больше, чем 7 лет назад. Айнур Симбаев, организатор конкурса, отметила, что на этот раз конкурсантам предложили новое условие. В этом году мы решили, что у казахов должен появиться свой Шерлок Холмс, свой детектив. С этой мыслью мы изменили требования конкурса. В правилах мы ввели персонажа следователя по имени Аблай Кайсенов. Через этого героя мы попытались создать собирательный образ сильных профессионалов, работающих в правоохранительной сфере и раскрывающих преступления. Проект продолжает развиваться благодаря поддержке литературного сообщества и профессиональному подходу жюри. Он помогает выявить новые таланты. Важным шагом для сохранения и распространения этого жанра в стране стало издание первого сборника детективных произведений на казахском языке. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Шымкент, 24КЗ. Семей считается родиной казахстанской конной полиции. Именно здесь был создан первый полк. Сегодня в подразделении служат 9 лошадей и 11 полицейских кавалеристов. Вот о госдан Дыбаева расскажет о тонкостях их работы. Конный отряд департамента полиции области Абай входит в состав батальона патрульной полиции управления полиции Семея. Основная задача полицейской кавалерии такая же, как у обычной – не допускать правонарушений. Сохранять общественный порядок непросто, особенно в такие моменты, когда нормальной дороги до места назначения попросту нет. В этом деле полицейским хорошо помогают лошади, которые могут пройти там, где не проезжает машина. В список труднодоступных участков входят дачные массивы, прибрежные территории водоемов, особенно заросшие камышом. С начала года сотрудники кавалерии пресекли порядка 30 административных правонарушений и задержали двух преступников. О наиболее частых ситуациях рассказал полицейский кавалерист Азамат Фазылов. В основном бывают кражи, бывают драки и все в основном в состоянии алкогольного опьянения. Летом, когда вертыш, люди купаются, в основном в нетрезвом состоянии бывают люди. Были случаи, когда даже спасали на лошади с вертыша, вытаскивали людей. За каждым полицейским закреплена определенная лошадь. Кавалерист обязан ухаживать за животным, отвечать за его здоровье и внешний вид. А перед тем, как выйти на смену, лошадь одевают в специальное обмундирование. Сотрудники, которые заступают на дежурство, вот они в 6 утра начинают первое кормление лошадей, потом расчесывают, дают воду, а также прогуливают. В основном патрулирование у нас осуществляется в теплый период времени, то есть это с апреля месяца по октябрь. В этот период времени посменно заступают на патрулирование. Конную полицию жители города замечали не раз. Они говорят, что такое подразделение городу действительно необходимо. Здесь по 2-3 лошади были. Ну, надеюсь, что не зря это все, потому что есть где машины, реально не проедут, например. В департаменте полиции отметили, что на службу в конную полицию зачисляют только специально обученных лошадей. Их главное качество – спокойный характер. Ведь кавалеристам нередко подходят дети и просят сделать совместную фотографию. Ботогос Дандыбаева, Медитумирханов, 24КЗ, область Абай. В Павлодаре впервые состоялся городской чемпионат по пожарно-спасательному спорту среди детей. Лучшие юные спасатели войдут в состав сборной области, а далее команда получит путевку на чемпионат республики. О самых ловких и сильных расскажет Ербу Лабишев. Городской чемпионат юный спасатель собрал 22 команды. Побороться за звание лучшего юного спасателя решили 132 школьника. Многие из них в таких соревнованиях участвуют впервые. Но есть и те, кто уже серьезно занимается пожарно-спасательным спортом. Даниил Черевко – один из них. Мы готовились по 2-3 часа к этим соревнованиям на протяжении 5-6 месяцев. И особо здесь ничего сложного нет. Главное там бегать просто, тренироваться. Участников чемпионата отбирали на школьных соревнованиях. Самые ловкие и сильные прошли на городской турнир. Учитель Тимур Хасанов готовил команду, отбирая в школе лучших претендентов. Мы надеемся, что уровень подготовки будет соответствующим. Все готовились, все принимали активное участие. И победит, наверное, конечно же, сильнейший. Самому младшему участнику соревнований Орлану Кабжапарову меньше 10 лет. Но даже в таком возрасте он уже демонстрирует в нелегком пожарно-спасательном спорте хорошие результаты. Шестиклассник настроен одолеть своих соперников и выйти в финал. Наша команда очень хорошо подготовилась к этим соревнованиям. Я думаю, мы сумеем одолеть своих соперников и выиграть чемпионат. Мы хотим попасть в сборную и отстаивать честь области на республиканском уровне. Организаторы городского чемпионата планируют отобрать лучших спортсменов, чтобы сформировать из них сборную команду по Ладарской области. Уже скоро она примет участие в республиканском чемпионате. Чемпионат Казахстана будет организован. Зимний чемпионат – это в феврале месяце в городе Астана 25-го года. А также в августе и в месяце в городе Туркестан. Чемпионат мира запланирован на следующий год. Пожарно-спасательный спорт имеет свою специфику. Спортсмен должен быстро преодолевать стометровую полосу с препятствиями, подняться по штурмовой лестнице в окно. Кроме того, нужно владеть навыками боевого развертывания и пожарной эстафеты. Спорт требует хорошей физической подготовки, а также прививает навыки поведения в чрезвычайной ситуации. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова